Подготовительные работы по улице Донецка идут полным ходом. Здесь и бригада из 10 рабочих и 4 машины. Главная задача первого этапа это снять старый асфальт и выровнять территорию. Реконструкция бульвара длится уже вторую неделю. За это время рабочие сняли асфальт, бордюры, вырубили старые деревья, убрали урны. Все это нужно менять, рассказали строители. Скверу автостанции они называют дверью в Макеевку, а прогулочные аллеи здесь устарели и работы непочатый край. Тут надо все коммуникации, газовые принести, водоснабжение, телефонные линии, канализационные, теплотрассы. Тут же дальше и трактора работают. Объема много и вроде бы мы людям мешаем, но мы облагораживаемся, сделаем лучше. Наверное к дню города хотим сделать, чтобы люди шли и радовались, что у нас такой город. Однако горожане говорят, работам только рады. Шутят, не бывает худо без добра. Ведь в конечном итоге у них появится новый сквер, где можно будет отдохнуть с друзьями, детьми. Сквер нужен обязательно. Потому что даже с ребенка выйти погулять и то некуда. Мы все время здесь учимся, ходим здесь. Ни тротуара нет, дорога рядом. Конечно, нужен. Чем больше скверов будет, тем будет лучше, красивее город. Молодежи практически негде отдохнуть. А это будет еще одно место, где можно погулять, посидеть, пообщаться, познакомиться даже. Совсем скоро это место не только станет лучше, но изменится до неузнаваемости, говорят местные чиновники. Рассказали, после реконструкции сквер сможет составить конкуренцию даже Донецкому бульвару Пушкина. Старый асфальт заменит тротуарная плитка. Здесь будет и зеленый уголок. Всю пешеходную аллею украсят деревья и газоны. Также в интерьере сквера появятся лавочки и светильники. А вдоль всей улицы Донецкой со стороны аллеи построят парковку для машин, чтобы автолюбители тоже могли отдохнуть в тени деревьев. Помимо этого мы еще делаем работы по улице Ленина. Это от улицы Московской и до Универмага. Вот где пешеходная зона улицы Ленина. То есть там такие же предусмотрены работы по влаустройству зеленой зоны, по мощению там, где есть асфальт, то есть демонтаж асфальта и монтаж тротуарной плитки. И точно так же устройство освещения, лавочек для отдыха. И плюс территория возле ДПШ и сам ДПШ. Новый сквер появится уже ко дню города. Не обойдется здесь и без сюрпризов от городских властей. Однако раскрыть карты сегодня чиновники не захотели. Злата Байрачна, Алексей Костюк, Панорама.